Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Продолжаем рассуждать о значении предстоящих 13 сентября выборов. И сегодня будем говорить о том, какие новые полномочия появятся у районных администраций и как будут строиться отношения главы и районного совета депутатов. В нашей студии член консультативного совета ветеранов при губернаторе Самарской области Александр Косарев. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, вы всегда ходили на выборы? Или было время, когда вам не хотелось ходить, и вы, собственно говоря, не пользовались этим правом и обязанностями? Ну, в молодости, конечно, в глубокой молодости было время, когда не хотелось. Но ходили. Почему? Потому что, ну, во-первых, когда молодые выборы, мы там собирались вместе, это интересно. А потом начала голова работать, оказывается, нужно выбирать, и надо думать, зачем ходишь и кого выбираешь. Да. И, естественно, этого 13 сентября вы пойдете на выборы? Обязательно. Скажите, а в чем особенность, в чем значимость вот этих выборов, их значение? Вообще такая, можно сказать, специфика. Это же какие-то необычные выборы. Ну, да, выборы эти немножко отличаются от остальных. Ну, вообще-то, все выборы, во всех выборах всегда человек надеется на лучшее. И редко, чтобы какие-нибудь кандидаты не говорили о том, вот, выберут, у нас будет то, у нас будет это. И у нас будет хуже. И у нас будет, да. И оказывается, что не всегда бывает лучше. Но, тем не менее, вот эти выборы чем отличаются? Тем, что каждый, кто голосует, он имеет возможность повлиять на события. Поскольку избираются советы депутатов районные уже, как раньше я их называю, советы депутатов, поэтому человек становится хозяином в какой-то степени того, что будет делаться в его районе. Если он не пойдет, он может не ходить, конечно. Но тогда будет делаться вне зависимости от его желания. А когда он идет, он уже и контакт имеет с кандидатами. И кандидат имеет основания для того, чтобы что-то делать с подачей избирателя. То есть выборы отличаются тем, что какая-то власть, не вся власть, но переходит в район, на который каждый житель района может повлиять. Да. Вот эти выборы проводятся в ходе реформы местного самоправления. И хочется разобраться и понять, что будет дальше потом. Вот выберем мы депутатов районных советов. С кем они будут контактировать, взаимодействовать? Какие функции останутся у главы администрации района? Как между ними будет складываться взаимодействие? Как будут формироваться бюджеты? Сегодня уже что-то закладывается или нет? Вот как во всем этом разобраться? Вопросов очень много сегодня, это естественно. Ну, одно то, что 50% налога на имущество будет оставаться в бюджете района, это уже большое дело. 10% земельного налога тоже есть. То есть я бы здесь так немножко увязал, как налог на имущество. Вот район, допустим, ну, Октябрьский район, промышленный, Ликимовский район. И там не все платят налог на имущество. Там масса коттеджей, которые построены на берегу Волги. И они не платят. Они считают, что они недостроили. Одни недостроили, другие просто увиливают. Третьи за границей находятся. И так далее, и так далее. А тогда уже тот, кто будет избран в районный совет, он задумается, скажет, а почему мы не получаем эти деньги? Ведь мы могли где-то дороги какие-то сделать, где-то благоустройство и так далее, и так далее. И вот райсовет, он зацепит эти вопросы. Не всем это будет приятно, тем, кто увиливает от налогов. Не всем это будет приятно, но то, что для дела это будет, это однозначно. Я вот вижу, это один из таких интересных вопросов для районного совета. То есть какие у них конкретно будут полномочия? Вы говорите, что даже по собираемости налогов они смогут на ситуацию влиять. Расширится полномочия. Безусловно. И будет депутатов больше. Они расширятся за счет того, что они заинтересованы. Если сегодня налог ушел куда-то, налогоинспекцию, откуда потом деньги пошли, куда пошли, это все будет зависеть, как там, как, где, что, лишит Корсовет, куда они направляются. А тогда он будет знать, а, вот столько собрал район, 50% мне положите, как хотите. Конкретная информация по району. Конечно. Одна из целей реформы местного самоправления, вот этой реформы проводимой, это то, что власть станет ближе к народу. Вот за счет чего все-таки еще раз разобраться, вот произойдет такое слияние долгожданное? Во-первых, за счет того, что мы с вами пойдем выбирать. И мы будем выбирать не людей куда-то, а будем выбирать людей в то место, там они сядут, куда мы завтра с вами придем. Завтра выборы мы выберем, а послезавтра мы придем и скажем. У нас подъезд не ремонтируется, у нас капитальный ремонт плохой и так далее, и так далее. Мы будем напрямую говорить с теми людьми, которые в районе. И они не вправе кивать. А вы идите в город и решайте там. Они обязаны будет решать здесь. Если они не смогут решать, ну что ж, тогда мы с вами как избиратели ошиблись. Мы будем думать, что делать с этими выбранными. То есть вот это вот, за счет этого будет контакт с людьми. Контакт непосредственно по тем вопросам, по тем проблемам, с которыми человек сталкивается каждый день. Выходя из подъезда, идя в школу, на занятия и так далее. Он везде сталкивается с теми проблемами, которые он может и решать. И это привлекает здорово. И понятно, что для человека самые важные проблемы, это вот они на местах. Его волнует то, что вот рядом, то, что происходит у него в его семье, дворе, подъезде, квартире и так далее. И тогда уже власть пригрезет. Когда говорят, ракеты пошли в космос, он к этому смотрит так, ну пошли, хорошо, ура, мы молодцы. Но когда у него из подъезда выйти нельзя, он попадает в грязь, в лужи и прочее, прочее. Вот тут он, конечно. Да, а власть далеко, это вот город, где-то там какие-то департаменты, которые уполномочены, что-то где-то меняют. Напиши письмо, там рассмотрят. Потом в управляющую компанию. Спустят в бюджет, потом в управляющую компанию. А там уже и зимой все засыпалось снегом, мы все забыли. А это шаговая доступность. Депутат свой районный, проблема. И потом уже с этого депутата, собственно говоря, можно также подойти и спросить. Да, вот получается так. А вообще из вашей практики были ли моменты, вот если проанализировать, когда власть действительно была близка к народу, и вот их отношения были такими позитивными, качественными? Вот когда это было? Ну, я вам скажу вот... Вообще критерии эффективности работы власти, в чем они исчисляются? Они исчисляются во внимании власти, в их реакции на жалобы, в их возможности принять, выслушать человека. Ведь не всегда все можно решить. Но можно выслушать его. Можно, так сказать, успокоить его на какое-то время. А за этот период будут думать, как дело решить. Но вообще такое было, не так давно было при советской власти, хотя ее не любят упоминать. Но тогда многие вопросы решались через промышленные предприятия. В районе задали вопрос, председатели райисполкома и секретарь райкома подумали, как быть. Не могут сделать ничего, бюджета нет, денег мало. Они идут на завод. И говорят, вот давай там, Корякин Борис Иванович, надо помочь. Корякин смотрит, конечно, надо, люди-то мои там. Вот, все, и помогли. То есть тогда было такое влияние. Теперь влияние такого вряд ли будет, хотя предприятие все равно, находящееся в районе, хозяин района, не город, не Азаров, не Меркушкин, а хозяин района тот, кто в районе. И он будет разговаривать на равных с фирмой, с заводом и так далее. И скажет, что, дорогой, к тебе подъехать нельзя, это что такое? Давай, делай там что-то, наводи порядок. Да, то есть можно, так скажем, взаимодействовать не только с предприятиями промышленными, которые, хочется сказать, остались у нас, но еще с бизнес-структурами, с какими-то частными предприятиями, тоже налаживать контакты, взаимодействие и тоже получать какую-то выгоду от этого. Безусловно. Почему в Японии могут мыть тротуары с шампунем перед своим магазином? А у нас перед магазином не могут. Район скажет, ты, дорогой, мы шампунем не мой, но вымой. Пока подожди, значит, шампунь, да, на лучи вот вымоешь. А сегодня, види, порядок. И это все в районе. Киоски, магазины, то, с чем сталкивается нормальный человек обычный, оно все решается в районе. И ему легче решать. И людям легче на эту тему разговаривать. А так, снесли киоски. Ну, может быть, и надо, может быть, и не надо. Да. А может быть, вот у меня тут такие-то вот предприниматели работают, которые вот не просто вот приказ дан, все снести там и так далее, а может быть, это удобно, а может быть, и этот предприниматель старается что-то сделать для вот своего двора, где он расположен. То есть, ну, можно в индивидуальном порядке рассматривать каждую ситуацию. Кстати, в Москве я с этим столкнулся, я там часто бывал, что некоторые в некоторых районах говорят, нет, вы нам остатки киоски. Вот. Да, да, да. Тогда сделайте другие. Хорошо, давайте, мы сделаем их чистенькими и так далее, но мы останемся. Выгодные темы другим. То есть, вот эту работу может решать район совершенно спокойно, невзирая на то, что думает там городская дума. Да, вопросы будут решаться, на самом деле. И сегодня уже происходит такая активизация. Вот смотришь, и сегодня во дворах проходит какое-то благоустройство, дороги ремонтируются, что-то устанавливается. Вот даже сейчас уже чувствуется, что власть, даже не власть, а те, кто стремится войти во власть, они уже приближаются, набирают вот эту практику общения с людьми. То, что вы считаете самым важным. Самым важным. Власть реагировала, реагировала на... Власть могла что-то хотя бы сказать. Если не может решить, ну скажи тогда что-нибудь, а не просто закрой окно и придешь в понедельник. Да, вы слушай, может быть, какие-то варианты обсуди, посоветуй даже, да. А вот у вас, Николай Александрович, во дворе... Александр Николаевич. Ой, извините, переставила местами. Нет, нет, вы и так, и так меня называли. Вот у вас во дворе, вот вы такую активизацию чувствуете или нет? Или вас это обошло стороной? Нет, не обошло, вы знаете, один из первых моментов, когда началась двор, в котором я живу, вот эта программа. Я ее решил, учитывая, что я там был ответственный по дому своему и по двору. Я взял на себя ответственность сам. Я решил всеми посоветоваться, давайте сделаем. Они говорят, давайте, а что нам делать? Я говорю, ну как, нам будут что-то делать, а вы поможете. Где-то покопаете, где-то цветы посадите, где-то деревца польете и так далее, и так далее. Ну, я вам скажу, удалось все, то, что зависело от района, а от жильцов не все. Все-таки вот старые-то песни жильцов, пусть кто-то сделает, да еще указывает. А вот это они тут неправильно сделали, я говорю, ну возьми лопату, поправьте. Вот еще, да. В общем, я бы сейчас сказал, пока народ наш инертен. Вот чем мне интересны те программы, которые, и ту работа, которую ведет все-таки наш губернатор, он сам беспокойный человек, ужасно. А вы с ним лично знакомы? Знакомы, конечно. Ну, потому что, чтобы судить о личных качествах, нужно знать. Да, 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 очень беспокойный человек, я еще с ним познакомился в Саранске, когда он не был губернатором. Вот, и он стал всех беспокоить. Он не дает никому жить спокойно. Сам не живет спокойно и никому не дает. Мне это нравится. То, что он заставляет шевелиться всех. И задуматься. Не все вот так получается, как он хотел. В частности, капитальный ремонт сегодня вопросов очень много. Да. И здесь не только его беда. Это беда вообще всего нашего общества. Но я бы сказал, вот, пользуясь тем сегодня, что я нахожусь перед экраном, что здесь во многом проигрывает сам фонд капитального ремонта. Вот вы знаете, когда коснулся, я, на примере, своего дома и соседнего. И я их спрашиваю, когда капитальный ремонт? Вот, в 16-м году начнем. Хорошо. А для того, чтобы начать в 16-м, я говорю, год-то уже начался практически. Да. Они говорят, у нас будет программа, к 1-му сентября мы вам дадим всю программу. Угу. Прошло какое-то время, я им звоню, говорю, как, к вам можно приехать? Они говорят, а вы что хотели? Я говорю, взять программу, что вы будете делать, когда, и чего, и сколько. А мы не готовы. Я говорю, а когда будете готовы? Ну, к концу года мы должны успеть. Вы представляете? Да. Я не поленился, сел и поехал в этот фонд капитального ремонта. Оказалось, этот фонд там очень неплохо устроился. Угу. В хорошем доме, там у них отремонтировано все, там девушки бегают молодые. Вот, так все так чисто, аккуратно. И они работают, ну, с 8 до 5, как положено. Ну, как обычно, да. Вот я, поскольку я сам строитель, если хочешь что-то сделать, то главное, это не сам процесс, когда ты лопатой копаешь, а как подготовишься. Поэтому вот сегодня, я считаю, тот фонд капитального ремонта, который у нас существует, и в том виде, в каком он есть, он тормозит всю эту работу. Да. Сегодня для тех зданий, которые должны быть в капитальном ремонте в 16-17 году, уже должна быть программа лежать на столе. Угу. И останется только вопрос, кто будет делать. Да. Там пройти тендеры всякие и так далее, и так далее. А когда этого не ясно, то люди что делают? Они говорят, я не буду платить за капитальный ремонт, а я не знаю, куда деньги идут, и что будет на них. Мне думается, вот это вот нужно поправлять у нас в городе. Фонд капитального ремонта должен работать не с 8 до 5, а он как строитель работает. Надо до 12, сделай задание свое. Если ты ремонтируешь в 16-м году, ты в 15-м году, в сентябре, должен иметь всю программу. Только тогда она будет жить. Да. Вот и все. Да. А ведь цепочка-то как складывается? Не буду, сначала не буду платить в фонд, потому что меня не устраивает, что у меня нет ни цели, ни задачи, ни срока ремонта непонятного ничего. Потом я не пойду на выборы. Совершенно верно. Я не доверяю власти, потому что мне ассоциация идет с фондом. Вы уязали, все очень правильно. Да, вот поэтому здесь нужно... Я собираю людей, я собираю старших, собираю собрания, я говорю, почему не платите? А они говорят, извините, а за что платить? Мы не знаем. Да, да, да. Когда я им сказал, что мы дождемся того, когда мы будем знать, тогда будем платить, тогда будем. Вот и все. И вот этим моментом как раз неэффективности работы, как вы говорите, напрямую фонда воспользовались люди, даже многие предвыборные компании. Совершенно верно. Потому что это чуть не первый пункт, как слушаешь, с чем я иду на выбор от кандидатов. Я вам скажу, это в какой-то степени тормозит выборы. Он недавно собрание было у нас во дворе, большое собрание, приходили там с различных партий и поднимались эти же вопросы. И четко взяли вот эту программу взять и иметь программу фонда капитального ремонта. Тогда мы идем все на выборы, вы представляете? Да, 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 связь. Ну, конечно, связь живая, абсолютно живая связь. Да, и вот эти темы ЖКХ, я не знаю, насколько вы следите за предвыборной ситуацией, мне кажется, тема ЖКХ, она центральная все-таки. Вот сегодня в рейтинге проблем на первом месте, согласны? Да, да, там по ЖКХ много вопросов, много неизвестного или известного, но потом. Короче говоря, это все требует очень большого внимания. Но для того, чтобы это работать, это нужно все равно участвовать в выборах. Вы понимаете, можно сослаться на то, что раз этого нет, я не пойду. А можно по-другому посмотреть. Вот я там буду, мы выберем, и тогда вы смотрите. И фонд, и ЖКХ, мы вам жить спокойно не дадим. Вот и все. У нас уже появляются рычаги влияния на тех же депутатов. Совершенно верно. А если я приду к депутату, за которого не голосовал, он мне скажет, а что ты? И выбрали не того, кого я хотела. Вот очень важно. Там список большой. Кого выбрать? Да. Не знаешь. Но нужно влезать в эти вопросы. Да, давайте подробнее поговорим об этом после сюжета. Пока посмотрим, как происходит активизация общественного движения на местах. Как могут решаться сегодня проблемы. И потом продолжим разговор. Как никто заинтересованы в сухой погоде, жители дома номер 216 по улице Советской Армии. Стоит пройти дождю, и машины придется либо ставить в грязь, либо бросать прямо на дороге. Максим Дегтярев рассказывает, оборудованная парковка для местных автомобилистов манна небесная. Парковаться лучше будет, грязи, пыли не будет такой во дворе. В большом просторном дворе ежедневно стоят десятки машин, автомобили жителей и посетителей детской поликлиники, расположенной в соседнем здании. Чтобы поставить на этом участке машину, особенно с низкой посадкой, нужно быть ювелиром. Чуть вправо, чуть влево, и можно сесть на брюхо. Новое покрытие ровное и плотное. Вон даже каблуки не проваливаются. С предложением оборудовать стоянку жители обратились в общественный совет. Здесь, в микрорайоне Лесной, люди к своим дворам относятся с трепетом и сами стараются их благоустраивать. Лебедь, это прямо перед моими окнами. Там, значит, кораблик плывет веселый. Жених с невестой стоят. А вот там гельфинчики у нас. Это мы облагораживаем, благоустраиваем. На просьбу жителей помочь со стоянкой общественники откликнулись. Более того, решили привести в порядок весь двор. Работы здесь начались три недели назад. Облагоустроили спортивную площадку, установили футбольные ворота, покрасили траву, покрасили малое архитюрное строение. Я думаю, что на этом мы не будем останавливаться. Запланировано в другом дворе сделать точно такую же парковку. Внутриквартальные дороги, посадка деревьев. Хотим посадить новые деревья, цветы насадить. Лучше слышать жителей помогает реформа местного самоуправления. Для решения проблем конкретных территорий сформированы общественные советы микрорайонов. Они помогают выстроить конструктивный диалог между жителями и властью. Следующим шагом станут выборы в районные советы депутатов. Сформировать команду единомышленников, которая будет работать на благо города. Жителям предстоит 13 сентября. Получается, что вот такие инициативные жители, они могут влиять, и потом депутаты райсоветов могут влиять и на работу федеральных структур и служб. Конечно. Потому что когда еще дойдешь до той же инспекции... Это раз, а во-вторых, они окажутся в этих службах. Они же окажутся... Городской совет будет же из этих людей состоять в дальнейшем. Из представителей районов. Поэтому они непосредственно, да, они уже будут иметь не только здесь рычаг, но и властный рычаг. То есть, так сказать, двойной тягой будут решать те проблемы, которые жильцы поставили перед избирателями. И все-таки, Александр Николаевич, хотела бы уточнить у вас поподробнее, как выбрать вот из этих списков, будут списки от партий, да, кандидатов, будут списки самовыдвиженцев. Да. Как найти вот одного единственного, за кого... На которого можно положиться. Да. Ну, знаете, это, конечно, в каждом районе, в каждом отдельном случае, это, конечно, специфика. Но в целом-то, конечно, нужно, во-первых, ходить на те собрания, которые проводятся. Познакомиться. Познакомиться. Потому что собираются, а людей мало приходит. Да. Ну, вот я приходил, значит, некоторые, скажу прямо, кандидаты мне не понравились. Так это и хорошо, что не понравились. И вы уже определились. Тогда я беру другого к себе, например. Например, там есть другой кандидат, за который я сейчас не буду называть фамилию, но я за нее проголосую. Все, я думаю, это да. И так каждый. Если просто дома сидеть, то, конечно, не найдешь ничего. Надо двигаться. Надо двигаться. Если смотреть по партийным спискам, ну, те же самые вопросы, которые решали партии. Допустим, ну, у нас вот партия, вот, День России, допустим, такое, такое огромное решение вопроса, как благоустройство. Это же сумасшедшая работа. Дороги, дворы и так далее, и так далее. Ну, почему бы человека из этой партии не проголосовать? Раз у нее такая сила в руках, но нет силы, надо рассчитывать. Сейчас уже, вы понимаете, разница между партиями небольшая. Она не принципиальная. Одна партия, вторая, она не принципиальная. Все говорят о том, что они для народа. Что ж такое? Но они фактически что делают, конкретно делают, то нужно, то к этому надо и стремиться. А если они просто говорят, ну, кто же ее там, ну, говори ты сколько хочешь. Называй, это плохо, это хорошо, но ты повлияй на это. Раз ты не влияешь, что мне за тебя голосовать? И точно так же отдельно те, что себя выдвигают. Посмотрите их. Тем более те, кто выдвигает себя, их знают. Они не просто так идут. Они где-то засветились. То на собрании, то ли где-то в письмах, то ли в газетах, то ли где-то. Они обязательно ориентируются надо по этим людям. Надо подходить к этим, подходить к выборам, понимая, что это твои выборы. Вот некоторые молодежи, я разговаривал с ними, говорю, ты на выборы пойдешь? Да что мне там делать? Я говорю, знаешь что? Не то что ты что тебе делал. Тебе сколько лет? Ну, 30. Я говорю, иди, депутат, иди. Ты что думаешь? Те 90-летние делают? Нет. Бегают? Молодые. Я по себе знаю, 27 лет, мне было 27, я уже был начальником управления строительного. Черт, ты так его быстро, да? Его там даже не исполнилось. А оказывается, действительно на этом держатся. Тот, кто бегает, исполнители, они должны быть подвижны. То есть вы поддерживаете? Даже если молодежь сегодня идет в председатель общественных советов, в кандидат, в депутат поддерживать. Потому что есть такие люди, которые не поддерживают, это у них ни опыта, ни хозяйственного, ни личного. Не надо, им не дай бог. У вас другая точка. Есть, когда имеет большой опыт, он мешает. Ага, понятно. А когда нет опыта, он может наломать дров, неправильно сделать, но он моментально сориентируется и будет делать. Я за молодежь абсолютно. Абсолютно. Да, ну это хорошо, тоже вас в этом поддерживаю. Вот взгляд со стороны, как вы сегодня можете спрогнозировать явку? Вот видите ли, ощущаете ли вы активность людей? Или вы уже сказали, что народу мало приходит? И все-таки вот лето, народ пассивен, где-то негатив, где-то не хочу, не буду. Да, надо здесь прибавлять обороты, в том числе и нам, с вами. То есть даже вот простая беседа где-то с людьми, и то первые реакции их, да что я пойду? Да. А когда скажут, что к чему? Угу. Они, да, ну наверное стоит, все, уже сдвинул. Даже в своем подъезде, в своем дворе, там, где ты бываешь, там на спортивной площадке и так далее, разговор этот, он обязательно, его не заводят. Но если ты заведешь, то он на него реагирует. Угу. Надо здесь работать, потому что люди привыкли, что кто-то делает. А на самом деле, вот эти выборы, я считаю, это реальная и единственная сегодня пока возможность вмешаться в жизнь. Не смотреть на высокие материи, что там делается в Америке и так далее, и так далее, и так далее. А посмотреть на свой район, на свою жизнь и вмешаться в нее. Вот эти выборы дают эту возможность. Да, потому что вот мы забываем, что это не только право, но и обязанность, собственно говоря. Конечно, конечно. Люди говорят, вот, я могу воспользоваться правом идти, а могу и не ходить, это мое право. Но есть же еще и обязанности какая-то, вот такая гражданская, человеческая. Да, мне такое отношение не нравится. Вот буквально вчера познакомился с информацией, что ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, что за то, что ты идешь на выборы, давать день выходной, оплачиваемый. Вот как вы к этому относитесь? Вот вчера прямо слышал. Я думаю, это реклама. Да? Конечно, ну как, ну выбор же идет у нас в воскресенье. Ну что там, понимаешь? Поэтому здесь, я даже не знаю, как это, чтобы, так сказать, мог ты отдохнуть, потому что 13 сентября уедут на рыбалке и так далее, уже не поедут. 13 сентября не так много рыбаков. Это сентябрь все-таки. Поэтому здесь какую-то дать подачку к этому, я думаю, это не совсем верно. Есть выборы, есть твоя ответственность, твоё сознание, у тебя голова работает, поэтому за 5 рублей идти тебе на выборы не солидно просто. Да. Вот вы сказали, всем нужно активизироваться вот в отношении такой информационной политики, да, в отношении выборов. Вот вы сегодня состоите в консультативном совете ветеранов при губернаторе. Вот у вас какие сегодня функции, чем вы занимаетесь? Ну, допустим, я, кроме того, являюсь ещё, вхожу в общество Сараис, так называемое, это Самарское отделение инженеров строительства. Так. Самарское отделение Московского инженера строительства, центрального, российского инженера, вот Сараис называют. Вот там мы собираемся, строители, ну, не часто, но сейчас вот чаще будем, конечно, вот начиная с первых чисел сентября, и там обсуждаем эти вопросы, и увлекаем туда и молодых строителей, и всех прочих, 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 для того, чтобы вот эти выборы были, прошли, чтобы люди знали, что это дело, что это происходит. Они знают, но за нами задача немножко подтолкнуть друг друга для того, чтобы здесь были поактивнее. Чаще встречались с людьми, чаще разговаривали, отменили вот все с первого сентября отпуска, допустим. Я собирался уехать, я говорю, нет, я не поеду, пока выборы не пройдут. Так, ну вот это уже активная гражданская позиция. И все-таки еще раз хотелось уточнить про районной администрации. Значит, депутатов мы с вами выберем, районных советов, а главы администрации районных, они так и будут назначаться? Или вот с ними что будет происходить? Вот как вот в этой структуре схеме разобраться? Мы с вами избрали, и там будет глава районного совета. А, вот из этих депутатов, которых он будет, а как он будет выбираться, назначаться? Как они там сделают, это будет зависеть от каждого, но я думаю, что они найдут пути, как это сделать. Потому что это же тоже очень важная фигура. Депутаты важны, они очень близки к людям. А вот сам глава, это наиважнейший человек. Конечно. Вот каким вы его видите? Первые годы, ну каким я вижу, человек, который знает район, во-первых. Так, он уже должен быть из района? Что-то должен знать, да, из района, конечно. Вот, но я на первых порах, конечно, там будет помощь по всем делам, безусловно. Да, потому что... Потом будут и плюсы, и минусы, и ошибки будут, без этого никогда не обойдется. Но на ошибках учатся. Это же первый шаг, фактически это впервые поставлен вопрос самостоятельного или самодеятельного участия каждого жителя в своей судьбе. В жизни района, а значит в своей судьбе. Поэтому я думаю, что это... Особенно молодежь, я почему на них рассчитываю. Говорю, вы что сидите в стороне? Идут выборы. А что я там буду делать? Я говорю, а ты изберись. У меня вот с красной глинки там ее в совет избрали, одну женщину. Она мне звонит. Она говорит, а что делать? Я говорю, ты где сейчас? Она, я сейчас вот пришла, иду с работы. Я говорю, ты не домой иди, а иди в райсовет. Она, зачем? Я говорю, у тебя что, проблем нет? Есть. Я говорю, вот иди туда. Вот с этого и начнешь. Придешь туда с вопросами. Скажешь, вот это, это надо сделать. Они тебе скажут, ну давай, пиши бумагу. Хорошо, напиши. А потом второй раз придешь, как моя бумага? Я говорю, вот это вот твоя работа. Это ты уже влияешь. А она пошла сама, добровольно пошла. Я хочу участвовать. Я говорю, ну вот, участвуй. А потом спрашивай, а что делать? Да, ну вот нужно учиться, да, потому что вот действительно. А вообще в других областях вот есть, проходит вот такая реформа местного самоправления? Или мы такие впереди планеты все, получается? Ну, вообще говоря, я скажу, конечно, чем интересен наш губернатор. Он многие, многие вещи, он опережает события. И за что бы он ни взялся, он обязательно должен быть первым. И он никак не может успокоиться, если остальные думают по-другому. Он остальных заставляет быть первыми. Поэтому я еще ознакомился с этими делами, будучи в Саранске. Я удивился. Такой небольшой город, ну, чистый, аккуратный прям. Я думаю, вы что, то есть работаете тоже или живете, отдыхаете? Нет, говорит, мы здесь живем и работаем. Я говорю, ну как не жить в таком, цветники, цветы. Ну, все, я был в восхищении. Хотя я там взял просто машину проехать по городу. Вот показатели реальных дел, да? Вот как раз вот то, что сделано. Смотришь, видишь, делаешь выводы. Конечно. Если сейчас нам не стыдно никому показать набережную, хотя это начиналось еще до него, но она доводится до конца. Да, и я удивился Старозагору, бульвар, там он в очень плохом состоянии, но уже начинает его делать. Уже начинает его делать. У нас же, в принципе, у нас город очень зеленый. Да. Когда-то, я помню, первое место по зелени, я еще работал в горкоме, занимал город Омск. Я был в этом Омске, я был в восхищении. Он был весь зеленый. Когда я приехал оттуда и говорю, что Омск вот такой, он говорит, ты не беспокойся, Росовский был тогда. А мы второе место занимаем. Я говорю, в самом деле, он говорит, в самом деле. Поэтому у нас город очень зеленый, но мы сами по себе не очень хорошие хозяева. Мы жители, мы сами по себе не совсем хозяева, а мы должны почувствовать хозяеву, быть хозяевами. Да, и вот как раз вот эта реформа дает нам эту возможность. Она нам открывает глаза и говорит, чем нам заняться. Все, спасибо большое. Наше время вышло. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!